Нам встретилась такая организация, называется она, легко запоминается, ЗЕМАГРАИНФО. Мы позвонили, нас приняли, как раз у меня было очень много заявок. Они сказали, пожалуйста, вот так вот так оформите. Мы оформили, потом у нас есть люди, которые не могли сами оформить. Они взяли, написали за них, те только подписались по поручительству, дали доверенность. Честно говоря, сначала нам казалось, что это все невозможно, потому что то, что они делали, они делали быстро. Мало того, мы не получили ни одного отказа, поэтому, мало того, вообще мы считали, что невозможно это картографически как-то выяснить, объем земли потом реально отмерить. Это вообще для нас, мы три года бились. То есть, честно говоря, уже даже давали какие-то взятки, ничего не предлагало. То одна ситуация, то вторая. И вдруг у нас уже пошло около 12 человек тихо, спокойно полючили землю. Мало того. За границей, трое человек наших наградили за границей, и у нас было от них поручение. Мы через поручение согласовали, так сказать, все нюансы. И они получили землю, и сейчас эта организация, по его просьбе, сдала в аренду эту же землю. И вы знаете, они сейчас за границей отсюда получают деньги. Ну, фантастика, не фантастика. Что я хочу сказать? Я хочу поблагодарить этих ребят. Понимаете, в военное время, как бы там ни было, они там знают, когда что открывается. Кадастры, которые для нас, они закрыты. У них это все открыто, тихо, спокойно. Они пользуются, так сказать, возможностью. Конечно, что быстро делается. Вот ребятам, которые, часть ребят у нас сейчас защищают нашу родину. И они хотят, ну, скажем так, получить землю. Использовать свое, так сказать, право получить землю. А в это время они воюют, и, конечно, не могут уйти. И вы знаете, для них вообще как-то очень быстро нам помогли. Я просто хочу сказать спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!